Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ласт оф Мари Беларусь. Я Ласт оф Мари, а эта карта классическая Газала. Вариант из модификации Forgotten Hope для игры Battlefield 1942. Если вы играли в 42-й Battlefield, вы ее прекрасно знаете. Здесь у нас вариант из модификации, так что она будет несколько отличаться. Скорее всего, как я вижу, здесь только техника другая. Обычно бывает так, что нам дают одну или две дополнительные точки или может быть сдвигают к точке базовые. Однако здесь похоже это не так. Поэтому я возьму инженера, чтобы танк чинить и мы отправимся вперед примерно отсюда. У нас есть базовый лагерь, но он меня не сильно интересует. Мы будем сражаться за окрестности, посмотрим, как выйдет и посмотрим на танки. Окей, заспавнились. Я вижу большой танк такой, я бы сказал, довольно забавно выглядящий, но я предпочитаю, чтобы более классическая. Вот, например, вот этот рубленый. Можно я зайду? Спасибо, это я очень ценю. Главное не перепутать направление, потому что на базу нам не надо, нам нужно наоборот. Так что я медленно развернусь и отправлюсь куда-нибудь поближе к линии фронта, где мы с вами встретимся. Так, а тут продвигаюсь я, там продвигается враг. Привет. И хотелось бы захватить точку до того, как это сделает противник. Да, тут вроде бы пока никого нет, по крайней мере с этой стороны. Я иногда переключаюсь на третье лицо, чтобы мне было лучше видно. Я успел, да, подраздачивать тикетов и всего такого прочего. Что-нибудь мы сделаем с пехотой вражеской? Потенциально. Куда-то мы стреляем, не совсем при себе представляю, куда им реально. Нет? Как-нибудь так. Мы точку, так сказать, только вроде бы захватили, но уже теряем из-за того, что врага вокруг слишком много, к сожалению. Окей, мы ее взяли вроде бы повторно, хотя я не могу вам гарантировать, что речь идет именно об этой. Давайте продвигаться, потому что нужно как-то выживать противника из их позиций. О, вслепую стрелял практически, так, навскидку. И даже в кого-то попал. Удивительно. Так, здесь больше общественности. Давайте пройдем ее ряды. Будем как-то их решать спавну не только в целях того, чтобы они дальше бежали до нас, но и в целях того, чтобы у них было меньше техники. Это тоже немаловажный фактор. Я пытаюсь по ним гасить из чего-то такого более пушечного, но, как вы видите, пушки это ограниченная такая вот, знаете ли, вооруженная система против пехоты. Снаряды у нас не особо осколочные. Но, по крайней мере, у нас есть ремонт. Привет, а у них есть танк, который как раз вовремя подошел и который я, возможно, как-то взорву. Этот подводчик выбежал, чтобы его, возможно, починить или хотя бы убежать, что логично, но только он не успел этого сделать. Окей. Тебя без меня прикончили. Ну как? Вроде бы захватили. Что там еще есть вражеского? В общем-то, вроде бы ничего. Я посмотрю, как у нас по тикетам, как у нас по раскладке. В их пользу ситуация, как обычно, но не в их пользу ситуации по тем точкам, которые мы контролируем, а тут у нас уже и подошла кое-какая подмога. Привет. Угу. Договорились. У нас есть даже орудие, которое нам могло бы помочь, если бы ситуация с техникой была совсем печальная, но ситуация с техникой, в принципе, практически идеальная, причем настолько, что мы, похоже, будем им неприятности доставлять прямо на их исходном спавне, если до него доберемся, а силы у нас широкие. У нас не особо много людей на севере, там, где точка находится по диагонали нашего движения. По-моему, она находится наверху, на этих холмах. Но, в принципе, в целом, в общем, ситуация продвигается относительно неплохо и есть целый обходной путь на сервере, на севере, пардон. Сервера у нас нет, мы играем локально, хотя и по такой виртуальной сети. Но это значит, что я устроюсь на юг и где-то здесь, возможно, мы пробьемся, хотя я не до конца уверен. Там есть кое-какие то ли зенитные позиции, то ли еще что. Потенциально мы сможем пройти. Кто-то, ага, авиация. Авиация, наверное, их. Я не вижу, чтобы у нас были хоть какие-то. А нет, были, есть самолеты, да. Действительно, я уж подумал, что это только противника. Я уже начал прикидывать в голове, а пока мы же тогда вражеское ПВО были стрелять. Но оказалось, что я просто был недостаточно наблюдателен, ввиду того, что самолет, конечно, клевая штука. У нас воздушных чекпоинтов нету и всяких там контрольных точек. Поэтому в плане захвата территорий и удержания этих территорий они плюс-минус бесполезны. Можно, конечно, пытаться сбросить бомбу на танк, но только в большинстве случаев это довольно-таки сложно сделать. Возможно, вы прицельно играете гораздо лучше, чем я. И, конечно, я здесь ботами. Боты более точные, более снайперские. Когда это касается практически любого вида оружия, но мы уже подбираемся со всеми этими разговорами к такой вот боковой позицией. И сейчас вопрос на 100 тысяч миллионов, а смогу ли я дальше пройти или это тупик, и я буду как-то кочевряжиться, кособочиться по здешним холмам. Вроде бы мы продвигаемся. Конечно, танк скидывает скорость на поворотах. Это значит, что я представляю еще более легкую цель для врага. Но, в общем, я пока не взрываюсь, а взрываются всякие другие товарищи. И да, это действительно ПВО. Мне, по крайней мере, что-то непомеряющегося. Давайте-ка мы на третье лицо переключимся. Чуть-чуть. Может быть, на полминутки. Чтобы я лучше видел свои габариты. Представим, что у нас с помощью машины времени мы телепортировали дрона. Дроны сейчас популярны. И тогда были бы популярны тоже, если бы они, конечно, существовали. А так, от третьего лица, конечно, это не очень натуральный обзор, но зато удобный. И, по большому счету, структоры Battlefield, это не то чтобы очень реалистичная игра, так что жаловаться на это, наверное, менее уместно. Менее гораздо чем могло бы быть. Вот так вот мы картинно въезжаем. Может быть, даже что-то из этого мы вырежем под тайтл, но я не вполне уверен. Давайте переключимся на такой обзор. Нет, это наш. Это я чуть было не навелся на товарища, который уже практически здесь. Я не первый успел. Такая идея пришла в голову многим нашим. И четвертый танк, который здесь есть, это я. Посмотрим, не сбросит ли на меня что-нибудь горяченькое и взрывоопасное. Здрасте. Стреляет. Вот, может, потому что я слабо себе представляю, где пулемет. Он то правее и ниже танкового прицела, то практически по центру. Может быть, просто разброс такой идет? Черт его знает. Да? Привет. А, нет, не попал. Слишком высоко. А теперь вот нормально. Сразу двоих. Ну, посмотрим на вас, ребята. У меня звездская идея пострелять под ним, пока прочность не кончится, а потом, может быть, прорваться в драсти. И отхватить какой-нибудь их самолет, если у них есть какой-нибудь самолет, который есть в зоне доступности, собственно. Не успел. Наши, разумеется, в топе. Ну, а сражение оказалось гораздо более коротким, чем я предполагал оно будет. Исходная карта, конечно, оптимизирована для исходной бутылфильской техники, которая намного менее дальнобойная. В ванильном 42-м БФе даже обычные танки вынуждены стрелять на манер гаубиц дугой, потому что снаряды начинают падать вниз буквально метров через 50. Ну, а здесь, обладая гораздо более натуральными танками, мы способны участвовать буквально в танковых снайперских дуэлях. Поэтому, в том, что касается ботов, даже когда статистика идет не в нашу пользу, победы все равно достигнуть очень легко. Я бы записал это в недостатки, но, с другой стороны, вы всегда можете перекрутить интеллект и сделать соотношение сторон еще более брутальным. Так что, в итоге, оценка моя, скорее, положительно-нейтральная. Поездить на более продвинутой технике по ванильному полю боя было занимательно. Но, конечно, ввиду того, что большая часть нашего сражения была сооружена авторами исходной игры, значительную часть плюсов я не могу отдать авторам модификации. Но, повторюсь, карта неплохая. Своим мнением вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами, выпусками в социальных сетях. С вами был Ласта Фуари с канала Ласта Фуари Беларусь. До встречи в следующий раз и спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова